здравствуйте дорогие радиослушатели все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард прумер и геннадий прумер сегодня мы продолжаем подводить итоги уходящего года и в этом нам поможет замечательный русский писатель поэт общественный деятель или и радиоведущий журналист дмитрий быков дмитрий львович добрый день здрасте дорогие друзья дмитрий львович огромное спасибо вам что вы нашли время в своем расписании выступить в нашей передаче потому что ваше мнение для нас по многим вопросам очень и очень важно а в начале передачи хотим вас поздравить наступающим днем рождения и с наступающим новым годом и пожелать вам всего самого наилучшего здоровья счастья быть востребованным и как говорится чтобы у вас было много интересных идей самое многое везде да так что еще раз ибо пока есть востребованность есть идеи дмитрий львович я вы знаете недавно смотрел великий фильм михаила рома обыкновенный фашизм и пришел к мнению что у меня такое найти как бы дежавю или как по-другому сказать вот мы живем во всем этом да там есть момент где сжигают книги ремарка фехтвангер братья маны если у вас ощущение когда а ваши книги книги бориса акунина дмитрия глуховского владимира сорокина полетят в топ будут такие костры нет буквальные повторения не нужны а в унитаз они уже летели когда сорокина туда спускали идущие вместе сами там оказавшиеся довольно скоро буквального повторения этих ритуалов я не жду потому что как раз у фашизма внешняя его эстетическая сторона картинка была гораздо лучше проработана в ссср и в россии в целом наблюдается такое похвальное презрение к внешности интерес как им кажется от этого возрастает к сути именно поэтому после фильма 17 мгновений весны школьники играли в эсэсовцев которые там выглядели чрезвычайно эффектно а я думаю что никаких книжных костров момент раз не дождемся да и вообще что касается понимаете культуры отмены и отмены культуры у них не так много времени на все это вся эта ситуация все эти смешные запреты это выдает панику и они пошли в разнос я думаю следующая стадия это отъем жилья у релакантов репортажи о том как какие-нибудь новые молодчики врываются в пустые квартиры оставлены релакантами или квартиры детей под сапогами хрустят какие-то смешные безделушки трогательные выворачиваются детские куклы сувениры вспорываются матрасы но наблюдается такая эстетика погрома в которой российская власть как раз имеет большой опыт ну а потом дальше ехать некуда попытка публичных казней и все кошмар все схлопывается как вы думаете почему все таки российская власть нанесла серьезнейший удар именно по театру не по кинематографу не по изобразительному искусству в каком-то смысле даже не по литературе потому что наверное на литераторы уехали самые талантливые в том числе и вы именно по театру и в том и в другом направлении я имею ввиду что из одних она сделала подлецов что в принципе как я понимаю потеря из других она сделала а жертву как женя биркович и драматур петри чулки уехавшие артисты почему именно театр не на довольно просто у меня в такой книжке о пастернаке есть такая глава театр террора дело в том что театра это место где люди собираются вместе и очень часто спектакли перерастали политические демонстрации в кино все-таки есть некоторые дистанции между происходящим на экране и происходящем зале театра эта сфера прямого политического действия поэтому и театр и террор театры власть всегда очень сильно ревную друг друга и обратите внимание в дни первого съезда народных депутатов ходил такой анекдот товстоногов умер от зависти то действительно одновременно умер товстоногов царствуем небесное одновременно развернулся чудовищный театр абсурда под названием съезд народных депутатов съезд шел уже вторые сутки все прялились полной любви на свой парламент проститутки носили в сумочках тиви писала на слепаку это так и было это был прямой репортаж из ада и из ада и вот глубокая театральность террора глубокая ну террористическая сущность театра не случайно карабас барабас писан смир хольда диктатура которая в искусстве не отменима потому что в искусстве всегда есть строгая иерархия правда это иерархия качества а не власти но тем не менее и естественно что поскольку единственным местом из которого может в эпоху диктатуры начаться политической демонстрации становится театр но вспомните как например после пьесы на дне начинались демонстрации вспомните как а мистерия бур игралась буквально посреди октябрь первой годовщины октябрьского остальные и отражала эти реалии это все глубокая эстетическая близость понимаете театральность самой процедуры суда и казни о чем многие писали с тургенева начиная а террористическая сущность до всякого жестокого автократического режиссера я боюсь что театр и политика это вещи органически связанные также как церковь церковь однокоренные зрелищности политики и жестокости искусства к сожалению никто не отменял а как вы считаете если бы не путин машков и миронов остались бы порядочными людьми это вечный вопрос у меня как раз новой книжке есть стишок на эту тему господь господь не проявляй открытия слишком участились не отправляя не в ад не в рай угрюмых жителей чистилищ они бы так и остались чистилища на и проявили и они оказались в аду знаете как это там был это я уже забываю уже это стихотворение а ну в общем а до без христа и сам пилат не знал что он убийца бога а просто римский бюрократ каких и после было много знаете когда приходит бог то он по словам флана рио коннор нарушает равновесие и люди оказываются против своей воли вовлечены в такую процедуру раскрытия и как бы вскрывает ситуация но это жестокая необходимость конечно очень многие если бы не что ну вот вы говорите если бы не путин а если бы не собчак например то путин бы так и прожил тихую жизнь отставного гбшника он идеальный дачный сосед нить из тех соседей которые охотно дадут вам например свою косилку ну правда если вы ее вернете чуть позже или поцарапаете он конечно вам дом то подожжет но если нет то все будет хорошо вы так и будете рядом с ним жить всю жизнь не знаю что он убийца вот я почему почему нет тем близко вот у нас на даче интересная была ситуация у нас там жил бывший лагерный охранник никто не за балахнин такой милейший был человек а потом сторожем кооператива дачного оказался тот человек которого он охранял и вот за этой тихой дуэлью мы наблюдали постоянно они же люто ненавидели друг друга и никто бы не знал что балахнин сволочь если бы леонид мечта на нем не рассказал вот проблема в том что к сожалению проявление людей это жестокая особенность переломных времен радуюсь ли я эту нет не радуюсь я бы хотел чтобы люди оставались тихими такими как помните говорил лев гумилев тихими зверьками я бы ничего против не имел но нам досталось жить в эпоху удивительно проявляющую всех я иногда знаете вот на кладбище вострюковском бывая я прохожу мимо людей которые например родились там двадцатом и умрили в девяностом и думаю что я скорее им завидую потому что война досталась на и долю но на и долю не достался такой великий слом крат государства отменяющих всю парадигму с одной стороны я им сочувствую они не увидели света а с другой этот свет знаете не самое гуманное не самое приятное зрелище а дмитрий львович у меня два вопроса и принципе эти два вопроса об одном человеке вот есть такой а психологический термин обаяние зла а можно ли его отнести в отношении владимира путина потому что мы и насколько я понимаю а для меня путина это такое постоянное настоящее зло и второй вопрос было такое латинское выражение сожалению по латыни я забыл как она произносится сегодня ты цезарь завтра никто как какая какая вы думаете будет посмертная память о владимире путине постарается ли его быстро забыть зачеркнуть и не вспоминать в россии или это останется в подсознании в корке людей ну если начать с первого вопроса никакого обаяния зла я там не видел я и лично наблюдал путина это скорее банальность зла так паха не арен то он такой абсолютно ничем не примечательный человек который прожил бы ничем не примечательную жизнь у него нет ни малейшей харизмы вопреки штампу он плохой вербовщик то есть он не убедительный вербовщик он слишком презирает вербуемого у него такое знаете глумливое выражение как у щитовода пана водрубы из 12 стульев из 13 стульев из кабачка он глумлив это такое ну паханская наглость такая этой наглости немедленно не станет как только он лишится власти вы увидите просто как из него выпустит весь воздух и даже я думаю и ботокс выпустится как-то ну то есть это накачанность и ощущение накачанности мускульной лицевой она исчезнет сразу понимаете его раздувает изнутри та демоническая сущность которую он себя впустил а как только эту сущность вынут из него как палец из перчатки тут же там не останется ничего я думаю что тут же и болезни наброситься какие-то он пока он демоничен он как кому-то интересен но в принципе там никакого личного обаяния близко нету но просто люди любят когда зло не прячется а нагло так по-пацански по пахански демонстрирует себя когда она делает гиги это кому-то нравится но меня это никогда не возбуждало что касается второго вашего вопроса понимаете вот тут тут все зависит от того как сформулировать опять-таки какие слова будут говориться сегодня цезарь завтра никто это звучит довольно красиво а в россии тоже есть такая формулировка помните как говорил павел первый дворянин в россии тот с кем я разговариваю до тех пор пока я разговариваю так что он и до того никто он и в качестве цезаря как правило никто он это целиком ситуация его вознесшие но павел первый понимаете вот это любопытный кстати пример человека который полностью определяется историей сам по себе он был человек не глупый даже талантливый даже с определенными государственными амбициями и потенциями но его задвинули в эпоху маразма и все что он делал превращалась в маразм соответственно в россии человек как правило полностью вытесняется или заполняется как вам больше нравится своей социальной ролью владимир путин это в чистом виде социальная роль ничего человеческого там нету давно дмитрий львович изменилось ли ваше отношение к россии вот за последний год если не считать точкой отсчета конец двадцать второго года какие выводы дополнительно вы сделали открытие может быть для себя не только про россию как страну но и про народ не малейших я не то чтобы очень много знал и не то чтобы очень о многом догадывался но я много читал и вот знаете восемьдесят девятом году я написал такое стихотворение футурологическое он назывался там когда в огне переворота россия встанет на дыбы ну и так далее вы его почитайте и вы увидите что ничего нового там нет там концовка очень хорошая потом предъявят наши строки неизданные до одной в одни тотальные перестройки какой-нибудь очередной в стране безумного народа всегда готовы вязать есть последняя свобода свобода это предсказать это конечно довольно детские стихи тем более что всегда готовы вязать звучит как было смысле вязать же можно не только руки вязать что можно там и шарф допустим сегодня бы это сделал лучше но не от одной из своих тогдашних догадок я не отказываюсь и более того я все это знал знаете я вырос в таком районе довольно бандитском приеду довольно элитной школе где были элитно-бандитские нравы что такое русский буллинг русская травля русская толпа русской большинства да любое в общем я знаю очень хорошо почему русская потому что в россии мало что отвлекает от этой человеческой гнусной сущности люди для маскировки человеческой гнусности придумали много прекрасных вещей как например там политика культура спорт поскольку в россии все эти маскировки находятся в зачатке человеческая гнусность явлена с особенной прямотой поэтому я благодарен россии за то что я там первые пятьдесят два года своей жизни прожил без всяких иллюзий а последующие годы никаких открытий я для себя не совершил мне иногда жаль что я так много времени потратил скажем на журналистику или там на выживание в россии но пока была жива мать я не мог уехать а когда уехал никакой ностальгии не испытывал дмитрий львович я вот вчера посмотрел замечательное на мой взгляд интервью михаила козырева журналист а с режиссером иваном вырыпаевым кстати рекомендую нашим радиослушателям и всем кто смотрит нас на нашем youtube канале посмотреть это интервью очень интересно где а михаил козырев сказал что ему не нравится слово ватник как вы считаете вот это словечко или слово отражает для насущность современной россии современного времени если в этом психологическая составляющая как допустим народа и будут ли по этому слову допустим как мы говорим слово перестройка мы сразу понимаем о чем идет речь о каком времени будут ли по этому слову судить о времени будут ли знать это время нет не будут потому что ватник это амбивалентный термин ватник бывает не только условно говоря у трудяги у работяги у охранника но ватник бывают у зэка сидевшая россия хранила свои ватники на всякий случай служениц но он еще раз пригодился при аресте 74 года так что ватник это такая же амбивалентная вещь как топор вот я очень люблю картину любимого моего художника крестовского ярослав васильич а натюрморт с топором там в такую огромную плаху деревянную в сарае который весь покрыт какими-то на мотками проволоки рулеткой коса рядом стоит а все прямо звенит от такого железа бит огромный тяжелый топор который организует вокруг себя все пространство картины этот топор и плотницкий и палаческий и созидательные и разрушительные к топору завитерусь какой угодно вот ватник такой же амбивалентный символ а вот наголовые это мне ближе потому что вата это как бы такой продукт который очень изобилен на вид и очень легок физически то есть у этих людей очень грозный риторик абсолютно пустая внутри но и это мне кажется недостаточным а мне кажется что не более такой ну удобный что ли символ давние выражение красно-коричневые а такой кроваво-поносные но и она уже ничь не описывает нивишней идеология так что я думаю что вот истории останется и термин обнуление который наиболее точно соответствует этому периоду дмитрий львович на днях вас и бориса акунина ввели в категорию классиков ну почему иные классики потому что классиков русской литературы почему потому что ну как известно в россии классика всегда преследовали достаточно большое количество как вы себя чувствуете в категории классика русской литературы и насколько сегодня вот это может влиять на людей которые живут в россии знаете пастернак когда-то сказал покупать себе правоту неправотою времени признак затянувшегося детства я такого инфантилизма не могу себе позволить я чувствую себя классиком когда очень хорошенько и наваляю вот мне кажется что за последний год я написал ну как минимум штук шесть довольно хороших стиху а что касается вот тогда я чувствовал себя классиком правда на другой день это проходило а считать себя классиком на том основании что тебя преследуют найти в россии преследуют каждого второго считать себя классиком на этом основании было бы не позволить и сама мнением дмитрий львович вот как мне кажется да могу ошибаться вы мне поправьте а такой инструмент грабли да он наиболее популярен в россии чем молоток потому что молоток это инструмент для созидания грабли это не только для того чтобы убирать что-то но еще и на них наступать знаете такое впечатление что по россии они во все времена разбросаны по всем дорогам а можно ли сказать что это такая историческая необходимость для этой страны чтобы это все время по лбу понимаете этот вопрос не так очевиден как кажется если вот могу вам точно совершенно сказать если в вашей жизни повторяется какая-то ситуация проигрывается заново это признак болезни это признак того что эта ситуация не проработана не преодолена а я как-то родзинского спросил в чем на его взгляд причины повторяемости вот этого русского исторического круга если ты не выучил урок тебя оставляют на второй год в россии по большому счету если вот искать условно говоря головку этого прыща ну то есть искать то место которое наиболее болезненно а в россии как раз не турор самая болезненная вещь в россии и самая болезненная та штука что при попытке реформирования системы каждый реформатор рано или поздно упирается в отмену себя и не может этого сделать не александр не хрущев никто этого не мог сделать потому что им пришлось бы разрушить собственный трон совершены которого они рулили система не может сама себя перестроить как мы знаем из лимовской маски программа не может себя перепрограммировать главная трагедия российской истории в ее повторяемости зацикленности цикличности это не грабли это просто вот есть одна непреодолимая такая ну да печать зла непреодолимая роковая отметина вы не можете изменить эту систему не упразднив самого себя значит осталось ее разрушить до основания и мы присутствуем сегодня при ее полной окончательной компрометации это в общем достойное я бы сказал даже судьбоносное зрелище мы проживаем последний круг русской истории из и тыс последний круг русской истории как мы и узнали последний цикл революция заморозок потепель застой после этого настанет мечта совершенно другое надо сказать что уже и круг советский был таким посмертным это был уже мертвец ходящий во сне уже терявшие органы на ходу ну ему давали все новые и новые гальванические удары он все ходил но сегодня он как мистер вальдемар у эдгара по растекся понимаете сегодня труп который ходить уже не может вы можете через него пропустить весь ток мира но перед вами зловонное болото это зловонное болото засасывает пока еще кого-то в себя но она уже не совершенно не может сопротивляться посмотрите как пригожин вот в уходящем году шоу через россию и никто не мог ему ничего сказать и никак и восстановить я думаю что даже не крак рак давно совершился окончательная декомпозиция этого режима это по моему вопрос ближайших нескольких лет дмитрий львович мы сейчас уйдем на короткую рекламу вы отдохнете мы продолжим наш интересный хорошо хорошо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго и ведущий дуар брумер и геннадий и продолжаем очень интересную беседу с российским писателем поэтом журналистом радиотелеведущим общественным деятелям и кстати преподавателем русского языка а дмитрием быковым дмитрий львович вы с нами удовольствием дедович дмитрий львович в этом году в уходящем году вышла ваша книга под названием и точка зи это фундаментальный труд о президенте украины владимире зеленском кстати всем нашим радиослушателям и youtube зрителям рекомендуем эту книгу это серьезнейший глубокий труд о человеке который не будучи готовым к президентству к власти стал все-таки олицетворением власти как мне кажется время надо даром в трудное историческое время для украины визе вы говорили в некоторых интервью что это отождествление букв которые российская власть прописала этой войне а как вы для себя решили кто же он пан зеленский во первых ничего фундаментального в этом труде нет это не не очень толстая довольно легкомысленная во многих отношениях во всем случае предельно субъективная книга а как сказал они сам зеленский читал с жгучим интересом все гадал чем кончится мне тоже было очень интересно чем кончится это далеко не кончилось мы еще будем конечно писать вторую часть ну а главное там предсказано политическое время зеленского закончилась как дальше пойдет не знаю а кто он это как раз довольно легко понять он генерал дэл ровери человек который сыграл героя поверил в то что он герой стал героем этот фильм вообще генерал дэл ровери его играет десика насколько я помню этот фильм почему-то в россии хорошо знали в шестидесятые годы иначе-то забыли сейчас у нас попытались сделать его ремейк о бедном гусаре замолвить слов где актер афанасий бубенцов сыграл бунтовщика и стал бунтовщиком но мне кажется что фильм итальянских неореалистов он очень наглядно показывает псих деформации актера и вообще псих деформации человека который поверил если вы притворились тираном али поверили вы стали злодеем если вы притворились святым вы становитесь святым и вот путин ведь тоже понимаете человек абсолютно ничего из себя не представляющий он поверил что он великий злодей он не может быть лучшим это будет вся его идеология русская такая а можем быть лучшими давайте станем худшими первыми с конца хоть в чем-то выдающимися и мне кажется очень симметричной вся эта ситуация два капитана там называется глава капитан кгб против капитана квн две вот эти трехбуквенные аббревиатурой капитан кгб он пучин и остался по своему мировоззрению капитаном кгб который верит в еврейский заговор и капитан квн который до сих пор думает и зеленский здесь совершенно прав что коллективным мозговым штурмом можно решить любую проблему а путин не родился абсолютным злом он им стал абсолютным добром пришлось стать зеленскому пусть на короткое время но я просто видел как его выпрямляет и проясняет этой ситуации а дмитрий львович можно ли сказать в сравнении что сегодняшняя россия она более лицемерно более циничной чем советский союз или такие сравнения не очень корректны нет на сегодняшней россии гораздо хуже советского союза я говорил об этом начиная с нулевых годов и мне все говорят ну как же ведь из нее же можно уехать мне кажется что если главным достоинством страны является тот факт что из него можно уехать и плохая страна она на самом деле гораздо лицемернее гораздо вторичнее гораздо глупее чем советский союз понимаете у советского союза было то оправдание что это первое такое государство в истории хотя она во многих отношениях было очень архаично но а в идеологии своей своей в своей установки на так сказать свободный труд и самоуправление она была первой после сталина быть сталинистом очень позорно потому что при сталине ты еще можешь обманываться а после сталина обманываться может ли дурак или подонок россия без яиц это сюжет для небольшого рассказа как вы считаете чеховского сейчас понимаете все очень наглядно вот эта наглядность то что в россии инициалы главного врага стали главным символом спецоперации в о за то что в россии вот это возникли проблемы с яйцами и сюда же естественные кощеевое яйцо с иглой и непосредственно господь заботится о том чтобы история нынешней россии была предельно наглядно чтобы дошло даже для идиота вот многие говорят почему современной россии столько гротеско прямого абсурда почему такой сарказм во всем божий да потому что эта история довела себя до абсурда нам надо сегодняшнюю россию а скомпрометировать так чтобы уже ни у кого не было способности потребности возвращаться и говорит да ну нам не дали у нас не получилось они же все это говорили все 90-е годы нам не дали у нас не получилось вот зюганова не дали власти вот патриотов отисляет а вот вам все дали мы все показали ничего кроме как убивать вы не умеете больше никогда а дмитрий львович а можно ли сказать что борис ельцин это такой современные точнее ну как бы сказать не современный этого века гинденбург да ну что вы гинденбург был чиновник администратор даже человек не без заслуг на этом поле военный был говорят талантливый хотя в юности ранее ну то есть он успел далеко пережить свою славу гинденбург это такой символ государственной импотенции который собственно вот эту веймурскую германию и в значительной степени олицетворял я не верю никаким образом в аналогии между ельцином и гинденбургом я могу вам предложить гораздо более изящную схему которую мы придумали с моими студентами на курсе по этика триллера мы разбирали доктора джекеля и мистера хайда вы наверняка помните чем внешне хайд отличался от джекеля в первую очередь мы забыли вы нам напомните мы так был гораздо меньше рост джекель доктор был огромный прекрасно сложенный джентльмен а хайт выпущенные из него зло было первым белобрысом белесым а так сказать ну колористически нейтральным скажем так и во вторых он был очень маленький юркий маленький вот я хотел бы написать роман о том так ельцин выделил из себя своего путина и этот пути но вошли в кабинет а там нет ельцин а там путин это вы бежевший из него хайп а джекеля он сбросил как пальто под мне кажется здесь примерно та же история понимаете ведь в ельцине было очень много зла и безумные порывы раздражения и порывы тоталитаризма и полное неуважение к населению это все в нем было при всем его популизме хваленом и вот мне представляется что путин это концентрированное зло которое возникло в ельцине он вот выбежал из него да а дальше он этому злу позволял надувать надувать себя отвел ему все больше пространство ельцин его еще как-то контролировал а вне ельцина вот он так дико раздулся мне кажется что это может получиться неплохой роман и если но если вы перечитаете перед этим стиль такая идея продаю не глядя я студентом пытался это в пиндюрик но американцы но они сказали знаете противно брезгливо не хотите как хотите сам напишу дмитрий львович в следующем году 24 января исполнится 100 лет самой знаменитой мумии современности я это исполнится 100 лет со дня смерти и мумизирования руководителя революции россия русской революции владимир ленина а как вы считаете вообще какое ваше отношение к ленину и к самому что вот он не погребен все-таки какой-то не придаю такого значения вообще мне кажется что у нашего государства обсессивно-компульсивный синдром укр такой чрезмерная ну как бы придание смысла и сакральности ритуалом я человек так сказать благополучно победивший свой детский окаэр об этом денис драгунский очень хорошо пишите с этим справился а что касается ленина мое отношение к нему почти полностью совпадает с отношением акунина то что он написал о нем а в своем десятом томе истории я знаете к ленину отношусь уважительно талантливый человек вообще чем больше я жил при путине тем лучше я понимал ленина проблема ленина в том что рядом с ним хотя он умел выбирать талантливых соратников и на них опираться его проблема в том что в какой-то момент он полюбил драться и размежевываться больше чем объединяться роковой момент в истории русской революции это ссора ленина с левыми эсерами и вот если бы они со спиридоновой были чуть более толерантными людьми и у спиридоновой не было бы такого ужасного прошлого там группового изнасилования тяжелейших моральных травм каторжных лет если бы ленин если бы у ленина не было казненного брата в общем если бы это были более договороспособные люди если бы ленин договорился со спиридоновой все могло бы получиться тем более кстати а он должен был ей верить то что ее звали мария александр как его мать я кстати знаете помню я редактировал воспоминания одного эсера мы печатли в собеседнике и там он описывает свое посещение эсеровского штаба и пишет что наши ребята мариу александру упоминают через слово у меня совершенно вылетело из головы что марио александр это спиридоновой я решил что они поминают мать ленина этот ленин мать его казалось забавно эти если бы они могли договориться чтобы получилось ничего себе а увелича были замечательные качества я к нему отношусь неплохо то есть я понимаю что он тиран диктатор все что угодно но когда он оказался при этой власти он не смог сопротивляться ее соблазнам а вот когда он шел к этой власти замечательная идея что революционер не может не желать поражение своему правительству несправедливой войне это довольно глубокие мысли да и вообще знаете скажем так до 24 октября семнадцатого года я был бы на его стороне потом подумал бы дмитрий львович вот иногда смотришь какой-нибудь детектив или драму да где происходит убийство или какие-то очень трагические события и в конце герой всегда говорит обычно этого не должно было случиться как вы думаете а вот эта фраза может относиться к россии ну вот за последние допустим 10 лет или это все а логично то что произошло предопределено абсолютно определенно да знаете вот солженицына часто спрашивали ведь он собирался довести роман до октября семнадцатого а почему он оборвал его на апреле в апреле уже все понятно уже предопределен весь ход я кстати думаю что если бы он написал октябрь это могла быть не дурная книга но ему не хватило уже пороху потому что надо сказать что вместо всего пятого узла красного колеса вместо октября семнадцатого есть гениальный рассказ виктора пелевина хрустальный мир этот рассказ полностью заменяет тяжеловесный сложеницынский узел хотя апрель семнадцатого неплохая книга дмитрий львович есть такой литературный жанр как сказка недавно вышел фильм александра сокурова сказка хотелось бы ваше мнение это как бы первый вопрос мнение об этом фильме и более литературный вопрос почему в россии сказки все-таки были не придуманы а как бы собраны писателями гершов обработаны а вот в европе все-таки сказки были сделаны и грим и перо и гофман это подтверждают может быть я ошибаюсь вы человек глубокий и я с удовольствием смотрю все ваши передач вот в этом а и нужна ли сегодня какая-то сказка ну я не фольклорист но у нас есть практически образцовое собрание афанасьева как и в его об сценной части так и в легальный но у нас есть самое главное мы эти мы внесли свой главный вклад не в сбор фольклора а в теоретизацию обоснование фольклора классическая работа морфология сказки написано нашим пропам а классический обзор главных мотивов и фактов народной сказки иван дурак написан андреем синяпскими а кстати говоря думаю что а лекции синяпского это просто ну образцовое исследование главных мотивов народной души народного а мир понимания ну и да и вообще поэтический мир волшебной сказки в россии интерпретированы исследован очень хорошо то касается сокуровского фильма то ведь не надо так сказать его верить обманкам которые там рассыпаны это никакая не сказка это довольно детальная экранизацию розы мира потому что вот это страшное жрубровская такое обчистилищное пространство серые с багряными отблесками это довольно точно и по звуку и по колористике воспроизведения того что открылось андрееву его духовных странствиях и мне кажется что из всех экранизаций возможных розы мира сокуров сделал единственно возможное он вообще единственный режиссер которому я бы розу мира доверил экранизировать какую надземной части так например и делической совершенно речной так и в духовической где появляется там блок лермонтов там платон и так далее в общем сокуров он же не философ он именно духовидец то что он увидел мне показалось убедительным дмитрий львович а у андрея андреевича вознесенского великая поэма юнона и авось и есть великий спектакль марка захарова возвращаться плохая примета я тебя никогда это меня никогда не видишь я тебя никогда не забуду а точнее ты меня никогда не забудешь да 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 вот если эти строчки адресовать не человеку а стране то что вот допустим если от вас это бы исходил то есть они вас никогда не забудут а вы их значит не увидите да не приедете если такая возможность и действительно ли возвращаться плохая примета во первых поэма называлась авось авось это стихотворение не имеет никакого отношения но называлась сага вознесенскому она приснилась в момент тяжелого расставания тогдашней возлюбленной татьяны лавровой и в поэме довольно гротеской довольно сардонической ему место совсем нет это рыбников его попросил туда вписать ну и вот все остальное простите примерно той же степени достоверности я вас люблю часто слушаю вашу программу но я могу вам возразить со всей уверенностью ребята я обязательно вернусь я вернусь железно потому что я и уезжал то ненадолго я примерно допускаю что за время его отсутствия могут успеть разорить мою квартиру отдать ему какую-нибудь зету правда я недвижимость ростом надежным людям но думаю что квартиру матери вполне могут разорить могут походить по ее тетрадкам это моя отдельные душевные боли может быть я не смогу их защитить у меня есть чувство вины перед вещами а может быть смогут очень сильно засрать и страну безусловно смогут скомпрометировать все до чего дотянутся но большого исторического времени гена эдик поверьте у них нет ребят у них нет этого большого исторического времени они мертвецы и это общество зомби это последняя отрыжка русского имперского проекта да нам много придется разгребать но поверьте накануне 56 лет приходят мысли и о старости в том числе хотя до старости мне очень далеко но не далеко спасибо старички меня утешает знаете что меня утешает то что мне предстоит бурная веселая даже я бы сказал суетливая старость наполненная разъездами делами не местью нет а возрождением восстановлением русского просвещения системы русского образования встречами с директорами школ а огромная работа по возвращению россии ее интеллектуального статуса меня ожидает веселая боевая такая немножечко даже я бы сказала рамули совершенно не сознающая себя старость да и помру я где-нибудь понимаете а не договорив какой-нибудь очередной речи обращенный каким-нибудь очередным балбесом дмитрий лёвич ну мы не будем в преддверии вашего дня рождения говорите о грустном потому что мы все когда-нибудь уйдем но может быть не скоро и должны увидеть как это будет кстати до 120 еще очень много времени и хотел бы вам предложить вот такую фантазию 1 сентября тридцать девятого года молодой человек по имени шервуд пойдет учиться в принципе не имеет значения здесь вот или взяли 30 39 года он пойдет учиться университет или это будет какое-то еще учебное заведение какая в этот день будет погода и что вы скажете молодому человеку по имени шервуд как бы в напутствие того что вот могу вам рассказать совершенно четко ему бы 19 лет значит он пойдет уже как минимум на второй или третий курс а если останется таким же удар киндом какой он сейчас то может быть уже и в аспирантуру а он подойдет ко мне я буду говорить вступительную речь на открытие очередного класса моей собственной школы а по моим лекалам сделаны я буду говорить речь о столетии второй мировой войны потому что 1 сентября тридцать девятого года это будет как раз столетие начала первой мировой войны я буду делиться какими-то он подойдет и скажет стрекан во первых сколько раз тебе говорить чтобы ты застегивал ширин во вторых пацаны просили чтобы на этот раз ты говорили другая справляешь чтобы на этот раз было чуть покороче и в третьих а сегодня шейла ночует у нас дмитрий дьвович вот у нас остается буквально пять минут время летит мгновенно а с вами как мне кажется на сегодня самый востребованный классик русской литературы это заставил щедрин солнышко щедрин дал таков щедрин но я высказываю свое мнение достоевский тоже очень востребованный классик то есть чисто психологической точки зрения а почему вот это как вы вы сейчас сказали солтыков щедрин и достоевский почему именно эти два писателя наиболее востребованы именно сегодня соответствует по его себе соответствующую до соответствует времени сегодняшний клуба с одинаковый прямотой и точностью видели россию щедрин этим мучился достоевский наслаждаться дмитрий львович какое главное слово уходящего года вы бы сказали а для америки так как вы здесь живете и для а россии знаете если бы было какое-то слово которое бы выражало крайнюю при крайнюю презрение к левакам то такое слово стоило бы сделать словом года в америке потому что когда на кампусах проходят демонстрации с криком from the river to the sea это ну правда есть же знаете русский вариант from the river to the sea полистина от соси он тоже был написан где-то в принципе ну в общем что-то такое я не люблю правых но левые скомпрометировали себя очень сильная вот я бы выдумал такое слово left-shaming left-shaming ну есть fat-shaming нам всем слишком знакомый да а есть victim blaming а вот left-shaming по-моему это такое слово для америки ну посмотрим как все будет вообще главное слово для америки сейчас ожидания 24 год будет очень бурным увидите ну а для россии словом года осталось как оно было из 22 20 даже обнуление вот это обнуление удлица ничего нового не появилось и пока совсем не обнулиться не закончится в этом есть и вызов и тоска и как хотите надежда а дмитрий львович чуть-чуть еще политики потому что я хотел задать вопрос который мне тоже еще интересен а если в окружении путина интересные люди может быть знаком минус со знаком плюс вообще есть со знаком плюс у него в окружении не знаю понимаете роулинг показала очень наглядно в семилогии про поттера то без двойного агента в наше время игры не выигрываются вот поэтому ключевой персонаж конечно снайп и в ролевых играх все хотят быть ему может быть отчасти потому что актер его сыграл гениальный но в общем снайп конечно ключевая фигура безусловно окружении путина есть человек который саботирует наиболее мерзкие его идеи он не сумел приостановить войну и даже не сумел никак воспрепятствовать ей но он сумел минимизировать некоторые неизбежные катастрофы я не думаю что это набиулина но кто-то там есть а есть ли кстань но это очевидно потому что например и в среде а так сказать оппозиции полно людей которые работают двойными агентами информирует обо всем нам правильно сказал арестович дурак будет тот человек который не поставит прослушку заложному это очень глубоко скажет дурак будет тот человек который не будет двойным агентом в окружении путина кстати вот я не знаю могу ли я это анонсировать мы можем да конечно у нас 26 декабря будет встреча с арестовичем в нью-йорке которую моделирую я но я не расскажу пока где потому что во первых не хочу ажиотажа во вторых не хочу провокации но встреча это будет и вы сможете многие вопросы мы задали мне кажется это самый умный человек сегодняшний украинские не только украинской политики к нему надо прислушиваться и присматриваться так вот дурак будет тот человек который сегодня работает в окружении путина и не является двойным агентом это не предательство наоборот это спасение родины потому что когда во главе страны находится человек в опасном и болезненном причине надо как возможно насколько только возможно это тормозить а дмитрий львович последний короткий вопрос нас уже нам уже показывать заканчивать однажды вас остановил американский полицейский ночью вы ехали это известный факт и предложил вам выпить кофе но он сначала он остановил меня чтобы узнать почему я еду неуверенно держа полосу я сказал я после бессонной ночи он увидел что я трезвый сказал ну что кофейку мама сварила и предложил мне из термоса кофе молодой совсем пацан как вы считаете это и есть сегодняшняя америка нет это то чем я хотел бы видеть сегодняшнюю америку сегодняшняя америка находится в процессе пересборки сегодняшняя америка это мои студенты люди неуверенные но доброжелательные как сказал мне один из них вы во многом заблуждаетесь профессор быков но ваши заблуждения нам интересные глупостей которые скажет самоуверенный дурак спасибо дмитрий львович огромное спасибо за это интервью спасибо еще раз днем рождения будьте здоровы и счастливы благополучия всего хорошего